Итак, снова всем привет, с вами Техномакс, от нас Хитман, правовые деньги и следующая миссия, пока смерть не разлучит нас. Погнали! 17 февраля 2005 года 18 февраля 2005 года Хм, тревога Вы забыли чаевые Да ладно Я настаиваю Они на столике у ванны Здравствуйте, 47-й. Еще одно задание из Миссисипи. Марго Леблан недавно вышла замуж за главаря группировки Синие Когти. Их брак уже зарегистрирован, однако они устраивают частную церемонию для друзей и родственников. Ваши цели жених и отец невесты. Сама невеста не должна пострадать ни при каких обстоятельствах. После этой миссии мы, возможно, вытащим вас обратно в цивилизацию. Итак, начинаем. Бадди Молдун Хэнк души не чает своей жене и с таким же детским трепетом ждет не дождется свадебного торта и, походу, в чью-нибудь еще постель. Джон Леблан Многолетняя связь Джона Леблана с организованной преступностью превратила его в почти недееспособного параноика. Он недоволен тем, кого взяла в мужья его дочь, но благодарен ей за то, что она ведет дела его предприятия. Сам же Леблан в основном сидит днями напролет у телевизора или гуляет по поместью, бормоча что-то себе под нос. Марго Леблан Марго Леблан заправляет делами на острове. Будучи единственной дочерью Джона Леблана, она выросла в окружении мужчин-преступников. Она дружелюбна с виду, но, по слухам, столь же жестоко, сколь безумен ее отец. Марго Леблан Короче, Бадди Молдун, этот Йолдун, блять, как он там. Это вот сын, походу, вот этого капитана, которого на корабле шарахнули. Короче, поехали. Прибыли на остров тут у нас. Деревенские стреляют по крокодилам, развлекаются кто как может. Прибыл священник на лодке. Мужик пережрал бодяжного. Самогон они там, наверное, делали или что. Хотя, учитывая, что здесь свадьба мафиози, то тут вряд ли самогон будет жрать. Скорее всего, дорогие Вима. Давай ковыляй уже сюда ковылялками своими. Танцуются, веселятся, блять. Вон жених вышел. Тут есть тоже как минимум два способа убрать жениха, даже три способа убрать. жениха. Это... Так. Давай ты чуть-чуть поспишь. Подумаешь, на утро голова будет болеть. Забираем одежду гостя и приглашение на вечеринку. Револьвер я брать не буду, чтобы не палиться лишний раз, эту обыскивать начну. Короче, как убрать жениха. Можно подарить ему взрывной подарок. Даже взрывоопасный. То есть тупо заложить мину в подарок, он возьмет подарок, взрывая мину и нет жениха. Даже воспоминания о нем не останется. Второй способ это отравить торт. Он очень любит сладко этот хрен, как и предыдущий. Поэтому отравить торт это хорошая идея. Так, эти сосутся, ладно, не будем мешать. И можно еще подловить его, когда он будет играть на пианино и уронить ему на башку что-нибудь тяжелое. Ну, как всегда. Так, где там пианино стояло? Ну да, вот она люстра, как раз висит, вот как удачно вообще прям над пианино. Ах, пианино мучаешь, дебил, играть не умеешь. Так, нам нужно стать охранником, бля. Или священником, кстати. Так, приватная территория, бля, это опасный момент. Оп, чуть-чуть отравим тортик. Сейчас бы вспомнить еще куда идти, бля. Тихо, 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 в лишние места не ходим. Так, залезли на самый верх и, бля, тут где-то, где-то должно быть крепление. Вот бы вспомнить, где-то в полу было крепление люстры. Так, вот одно из этих двух. Главное не перепутать. Так, а с какой стороны, если зайти посмотреть, то, по-моему, вот это. Не, бля, можно, конечно, две люстры ёбнуть, но я что-то сомневаюсь, что это правильная идея. Потому что вторая ёбнет гостей. А это нам не надо. Допустим. Ну, я как бы мины перестраховался, если стоять. Чё, умер, что ли он? Здравствуйте, сорок седьмой. Ага, здравствуйте и до свидания. Короче, он отравился. Заебись. Свадьбы уже не произойдет, взрывать ничего не придется. Страховка не понадобилась. Теперь нужно как-то переодеться в охранника. Блядь, там охрана. Так, надо тогда через второй ход спускаться. Подняли кипиш из-за трупа. Вот, нормально. Так, ебучий дом. Вот, реально никогда не понимал, кто строит такие ебучие дома и зачем. Они ж неудобные, что пиздец. Нахер такие лабиринты строить. Ночью в туалет захочешь, блядь, их куча сделаешь. Опа, охрана, блядь. Так, готово, блядь, тут охрана пиздец. Куда я вообще зашел, а? Что за херня, тут этих комнат сто пятьсот тысяч. О, окно на балкон. Охрана. Так, может можно переодеться, сейчас проверю. Это второй охранник еще. так можно ли сюда куда-нибудь его перебросить как-то так невзначай его спрятать за флагами может прокатит а то вот что-то смотрю охрана то ходит бля еще один осталось убить главного жирнюка ой бляди он там шарахался не понял а охранник невеста ходит священник ходит бля не хочу убивать так где там этот короче запретная зона закрыта тут они рыб кормят этих паркодилов точнее рыбой вот хрен моржовый он здесь вообще нет нет где он особняке короче он кормит крокодилов отсюда и невзначай может отсюда упасть и покормить собой еще он стоит возле могилы то ли брата то ли он там был короче можно похоронить сразу два в одном так а есть где нибудь пистолет кстати вот чё чё пистолет мне писец как нужен я знаю что был в начале который я оставил был зря его там оставил новый бен гридж ведро с кормежкой то ли рыба там то ли мясо в чем это крокодилов кормят будем ходить короткими путями зебать сократил просто охуенно да да мордобой конечно на всякой свадьбе наверное есть хе-хе-хе хе-хе герюк паяться лучше пинали на в челюсть на блять можно переодеться и самому их отпиздить для этого нужно быть одетым как они блять один револьвер сука как много проблем можно с ним решить вырубая лишних я вас провожу главное хоре не светить лишний раз это отец делайте как он сказал так пустая библия ключ от катера и одежда священника господь с вами святой отец отдыхайте я за вас теперь уйди с дороги бес извини дверью ошибся бесы попутали салют святой отец ой хочу сюда пришел а вот чай сюда приперся в блин а потому что дом дебильный поэтому сюда и приперся тысячи дверей этих нужно жирного убрать он здесь кстати ведра нет он всегда ходит с ведром когда он тут а он только пришел вот и хорошо давайте библию оставим ах ну да и упокоятся душу вашего веки веков аминь молитву могилу забыл прочитать теперь нужно сваливать отсюда как можно быстрее где-то был гараж с лодкой священника с той стороны кажись свадебная беседка все дела не идет ему этот наряд если честно а здравствуй дитя господне можно было там а как попасть катеру то я уже не помню елки-палки сколько можно бегать это не сюда что взламываешь то дурную пузырь пиздец как меня раздражает этот дом да благословит тебя господь ладно уплывем на своей лодке хрен с ним своя одежда хорошо сидит это год одно убийство два несчастных случая одно тело найдено два свидетеля полин наемный убийца но в принципе все чисто нет подкупать пока никого не будем неужели опять от грабителя аптек попал папе леблан убит полиция подозревает что в деле замешаны кровавые деньги миссисипи 18 февраля 2005 года местная полиция подтверждает что вчера вечером в старом плантаторском особняке убитый местный бизнесмен папе леблан и его будущий зять кэнк лейч местная полиция сообщает что в настоящий момент свидетели скрывшиеся с места происшествия же ими дают показания по показаниям свидетелей полиции было составлено изображение убийцы многие латиноамериканские свидетели кричали муэрток мы уже знаем этого парня по нескольким ограблениям аптек ему придется отвечать еще и по обвинению в убийстве блять бедный чувак на него сейчас вообще все спишут блин просто все он вообще никогда не выйдет джон папе леблан был видным деятелем региона дельта успешный бизнесмен не утративший однако своих корней папе совмещал себе шаром старых времен здравый смысл и жесткую хватку находчивого дельца многие друзья и коллеги папе говорят о том что в последние годы он вел себя как-то странно но все равно его не стоило недооценивать старина папе нес какой-то бред по поводу инопланетян правительственных заговоров и секретных лабораторий занятых клонированием и что-то еще в том же духе говорит его старый друг энрик слэджо и при всем при этом он оставался все тем же везучим сукин сыном если вы конечно понимаете о чем я несмотря на его репутацию масштаб его деловых интересов а также размер состояния которому знали в ходе расследования удивили даже тех кто казалось бы знал его хорошо все мы знали что дела папе шли в гору замечает один из партнеров по бизнесу но мы не имели ни малейшего понятия насколько хорошо помню как была шокирована его дочка и что же теперь малышка будет делать со всеми этими миллионами и миллиардами долларов она и так в состоянии стресса после гибели отца и мужа нет это не дело криминальный репортаж странице 5 вдова алтаря кстати вот она местная девушка перед лицом огромных проблем марголи блан была одной из тех девушек у которых есть все умная красивая дочь одного из самых богатых людей в районе она была обручена с красавчиком которому тоже светил многообещающее будущее в субботу вечером все круто изменилось и день который должен был стать лучшим в ее жизни превратился в кошмар к концу того дня ее отец был мертв как впрочем ее жених по сути ее нельзя было назвать вдовой если бы не тот факт что она и ее щеголь были тайно обвенчаны еще до начала официальной церемонии убитую горем вдову почти не видели со дня той трагедии ходят слухи что она помешалась распродает все имущество своего отца и мужа и хочет навсегда покинуть наши места однако никто не имеет ни малейшего понятия куда такая девушка могла бы направиться ну тоже миссия получилось не очень длинной хотя если честно я там гораздо больше плутал по этому особняку долбанному на самом деле миссия то небольшая просто она сложная сопряжена с риском обнаружения куча свидетелей куча охраны и еще и дом запутанный плюс еще нужно успеть до того как произойдет свадьба все сделать иначе миссия будет 16 провальной ну получилось вроде бы более-менее ничего а давайте пока на этом закончим на я был техно макс это был hitman blood money всем до встречи пока